Буэнос Диас Кулес А в большей своей части консерваторы, а потому любое спорное решение, принятое после лицезрения картинки в телевизоре, вызывает целую гору возмущений и море эмоций. Почему же метод, которым пользовался каждый второй диванный аналитик столько лет подряд, когда нажимая паузу линейкой чертил линии и доказывал наличие фола или офсайда, воспринимается большинством так враждебно? Неужели эволюция футбола пошла не тем путем? А чего столько крика и ненависти? Какие меры нужно принять и к чему мы можем прийти в результате? Как вы видите, тема актуальная. Вопросов много, так что усаживайтесь поудобнее, надевайте наушники, ибо мы начинаем. Ищите где применить свои знания? Считаете, что ваша любимая команда победит в следующем матче? Получите больше спортивных эмоций с самой надежной компанией БК Марафон. Ссылка в первом комментарии под видео. Про историю внедрения и о самих правилах использования системы расскажем очень кратко. Футбол – это в одно и то же время удивительное зрелище, а заодно и причина массовых споров с разным уровнем агрессии и последствий. Голы с офсайда или вообще незасчитанное взятие ворот – неоднозначное решение при нарушениях. Которые приводят к скандальным 11-метровым или к абсурдным красным карточкам. Если вы смотрите футбол больше одного дня, то на вашей памяти подобного рода ситуаций произошло такое огромное количество, что в порыве их перечисления вы спишите стопку листов А4 формата. Тем более, битва на изумрудном поле перенеслась с границ стадиона в экраны телевизоров. А если есть возможность посмотреть момент несколько раз, то шансы найти ошибку даже, казалось бы, в справедливом решении арбитра увеличиваются до размеров солнечной системы. А уж если момент был решающим и судьбоносным, то вероятность увидеть фактор, что упустил глаз судьи, возрастает до галактического масштаба. Первым шагом, на который пошли олдскульные бюрократы, была система определения гала. С чем-с чем, но с решением Гоаллайн Технологи спорить обычному человеческому глазу было как минимум глупо. Специальный чип в мяче вызвал много вопросов, но метод, согласно которому шесть, а то и больше камер следят за линией ворот, под названием «Ястребиный глаз» вполне прижилась. Прошло фактически семь лет, а негативных высказываний в сторону этого нововведения что-то не особо видно. Даже наоборот, всем понравилось, и менять эту технологию никто не хочет, хотя иногда определенные IT-конторы предлагают новые технические решения. Почему же автоопределение гала так всем понравилось? Причина проста как день, есть четкое правило, за соблюдение которого иногда не успевали глаза арбитров. А вот машина успевает. Если круглый полностью пересек линию, это гол. Не сумел перевалиться за черту – гала нет. Программа сама просчитает удельный процент площади мяча по отношению к белой полосе и выдаст окончательный вердикт, он же факт, с которым не поспоришь. Бюрократы посмотрели, что технологии в футболе вполне уместны и решили пойти дальше. Система, что банально определяет, был гол или нет, вещь нужная, но и сам процесс игры, конечно же, контролировать надо. Ведь если на поле творится форменный беспредел, то от ястребиного глаза проку мало. Подумали дяди и решили, коль все вокруг требуют справедливости, надо эту самую истину преподнести с технической точки зрения. Общими усилиями они выдавили коллективное умозаключение, мол, если арбитр сомневается в моменте с пенальти, а точнее с нарушением, что, возможно, приведет к 11 метрам, не может понять или сообразить, правильно ли оформлено взятие ворот, сомневается давать карточку или помиловать. А также забегался и устал так, что может попутать игроков при вынесении приговора. То ему на помощь придут глазастые эльфы. Ведь теперь, помимо кучи арбитров на поле, как минимум четверо парней с отличным зрением будут пучить глаза в экраны мониторов, чтобы вовремя подсказать главному решали со свистком, кто право, кто виноват. Сказано, сделано. После точечных испытаний в разного рода турнирах система ВАР пришла в большой футбол. И спустя буквально полгода уже обзавелась двумя полярными таборами неравнодушных почитателей. Одни говорят, мол, повторы спасают игру, вторые, что они убивают ее. Истина, как всегда, где-то посередине. Но почему же ВАР был воспринят так агрессивно? Ответ снова же довольно прост. Если мы внедряем технологию, которая определяет гол, то в ней человеческий фактор сведен к нулю. А в случае с ВАР технологии превратились в грозное оружие главного арбитра. Ясно, что сидя дома в теплом кресле или качаясь в гамаке, фанату довольно легко судить про момент исходя из повтора. Но судья находится на поле, давление со стороны трибуны футболистов очень часто дают о себе знать. Хотя и это всего лишь верхушка айсберга проблем. Непонятно почему, но ВАР не имеет четкого регламента. А главное оправдание сводится к фразе «на усмотрение главного арбитра». Начнем с регламента. Система хоть и новая, но прошла тест, хотя почему-то никто не принял во внимание временные рамки. Пример прост. Игра «Спал Ферентино». Арбитр не увидел нарушения в штрафной «Спала», когда упал форвард «Фиалок». Но через определенное время ему в наушник нашептали, мол, а ну-ка глянь-ка в монитор, мы тут такое еще тебе покажем. Судья ставит пенальти. Но от момента нарушения до назначения удара прошло столько времени, что «Спал» умудрился сравнять счет, забивший гол. По футбольным правилам ВАР превращается в машину времени, отмотавшим маховиком парочку минут назад, отменивший гол. Таких примеров задержек решения судей много, а «Якс Реал» вот, например, из последних крупных скандалов вам на ознакомление. Почему никто не пропишет временные рамки? Непонятно. Второй момент – это сам арбитр и его усмотрение. Иногда судья, как щенок, бежит к голубому экрану по первой же просьбе, а в других моментах просто качает головой, отрицая все. Вы уж извините или смотрите каждый момент под микроскопом, или выделите определенное количество обращений. Например, капитану команды дается три возможности попросить арбитра посмотреть графику. Или смотрите каждый эпизод в определенной области, например, в штрафной. Видите, как сложно обрисовать рамки правил? А все по причине человеческого фактора. И вот под конец, нам одним кажется, что бегать каждый раз к экрану – это тот еще дебилизм. Никто про умные часы или планшет не слышал? А табло на стадионе висит. Для кого и почему? Коль вы уже идете в светлое будущее, то зачем париться с технологиями прошлого? А здесь начинается постоянная рубрика «Критикуешь – предлагай». Все гениальное просто. Особенно, когда готовое решение или направление этого решения пользуется огромным спросом и уважением во всем мире. Название этому спасителю – виртуальная симуляция. FIFA или PS, вам знакомы эти игры? Намек понятен? Улыбаетесь, а зря. Обратимся к Википедии. Технология Kairos System была разработана немецкой компанией Kairos Technologies совместно с Институтом Фраун Хьонфера при поддержке Adidas. Суть этой технологии заключается в том, чтобы разместить на мяче и на игроках миниатюрные датчики и с их помощью получать информацию о местонахождении объектов каждый момент времени. Чувствительные антенны, расположенные по краям поля и на мачтах освещения 2000 раз в секунду, получают данные со всех датчиков, находящихся на поле. Они размещены на всех движущихся объектах, то есть на футболистах, судьях и мяче. Собранная информация передается на центральный компьютер. На основе этих данных можно построить трехмерную модель игрового поля и моментально в динамике оценивать положение каждого игрока относительно мяча. Положение вне игры, аут, взятие ворот, даже нарушение правил в момент борьбы за мяч – все это будет безошибочно фиксироваться, не оставляя повода для досужих споров. Некоторые в этом видят отказ от старого доброго футбола, однако есть и другие мнения. Тем более, помимо судейской составляющей, здесь имеется и другой важный момент. Так, после обработки собранной с датчиков информации, получаются совершенно уникальные статистические данные, о которых тренеры и спортивные комментаторы могли только мечтать. Сила удара, скорость полета мяча, расстояние до ворот, а кроме этого скорость игрока, его активность на поле и результативность. Это уже тренеру на заметку. В общем, поверьте, что вариантов реализации компьютерного арбитра очень много. И об этом думают уже очень долго. Думают и делают. Тем, кто считает, мол, технологии убьют футбол, советуем вылезти из своей скорлупы. Будущее не остановить. Посмотрите на баскетбол или хоккей. Они в плане эволюции всегда шли впереди нашего любимого спорта. Понятно, что полностью заменить живого судью на искусственную программу пока что не выйдет. Но почему бы вместо закрытых в тесной будке глазастых парней не вести программу, которая путем анализа данных будет вовремя сигнализировать о нарушении? А если подумать еще больше, то путем нехитрых манипуляций можно полностью избавиться от симуляций. Тебя ударили, ты кричишь, а датчик боли на нуле. Получи желтую. В общем, может мы и забежали очень далеко, но вар в таком виде долго оставаться не будет. А по которому пути пойдет футбол мы скоро узнаем. Если ведут четкий регламент, что ж, хорошо. Если позволят программе судить моменты, еще лучше. А что скажете вы, что будет дальше? Любите футбол, играйте в футбол, смотрите футбол. Подписывайтесь на канал, ставьте автономный, а может и независимый лайки бейте в гранатовый колокол победы. Обратите внимание на канал парня, который озвучивает вам эти видосы. Ссылку на который можно найти в описании. Всего хорошего, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok